Дару всем парню, у микрофона есть ран, ну и в этом ролике я вам расскажу тактику прохождения засады за инженера. Ну и в начале ничего сложного, вы просто пробегаете, взрываете ворота, или же через подсад заходите, пробегаете, убиваете всех ботов, ну и встретимся уже с вами на терминале. Ну а когда наши убили джаггернаута, мы открываем подсады. Здесь вот находится у нас первый подсад, после того как вы от джаггернаута отходите, сразу же идете направо, и он здесь находится. И если тут появляется активация, то мы сразу же активируем ее. Вот, и сначала, в общем-то, открываем вот этот вот первый подсад. Ну а потом идем вот сюда вот, и открываем уже второй подсад, а именно вот этот вот подсадик. Ну, насчет первой-третьей волны ничего сказать не могу, просто-напросто. Резцы у нас начинаются с четвертой волны, но также присутствуют задания. Вот, ну первую-вторую волну мы просто с вами бегаем по карте, можем стоять возле терминала и убивать бота. Ну а на третьей волне появляется задание, которое мы идем с вами делать. Ну, на третьей волне мне вот выпало задание уничтожить, так сказать, щиток, поэтому мы просто-напросто идем и активируем его. Ну, там мы открыли подсад, поэтому можно спокойно зайти. Поэтому я и говорю, что нужно всегда вначале открывать подсады, потому что задание может появиться в нем, и вы хрен его уже сделаете. Ну ладно, в общем, приходим, уничтожаем задание, ну вернее, делаем задание, вот. И возвращаемся также на нашу позицию, и также стреляем ботов, потому что резцы только с четвертой волны начинаются. Ну, что касается четвертой волны, то тут все просто. Появляются ресурсы, мы с вами пробегаем по всей карте и ищем их на каждой волне, и они вполнеятся по-разному. Здесь, конечно, я не хочу вам все места показывать, так как это довольно нудно, поэтому такой вот небольшой забег вам сделаю. Вот, просто бегайте по всей карте, заглядывайте в разные места и углы, и вы найдете ресурсы. Вот, ресурсы у нас начинают появляться с четвертой волны, на шестой и восьмых волнах ресурсы не спаунятся. А, и да, чуть не забыл, у нас появляется на четвертой волне задание какое-нибудь. Мне выпало джиггернаут. Опять же повторюсь, его можно взрывать взрывами, если у вас нет гранатометов, то возле джиггернаута стоит минка. Вы подходите, ее взрываете, потом ставите мину свою и гранату, и спокойненько взрываете джиггернаута. Вот и все. Также джиггернаут может появиться где-нибудь по типу вот такого вот места, или возле подсада внизу. То там тоже все просто. Там у нас мин нет, поэтому взрываем зеленые бочки. Там стоят вот такие зеленые бочки, вы просто их напросто взрываете, потом кидаете гранату, или ставите мину, и все, и джиггернаут также уничтожен. Ну и после того, как вы собрали все ресурсы, то просто напросто возвращайтесь к какому-нибудь игроку на четвертой волне, допустим, к снайперу, и просто напросто помогайте ему убивать ботов. Вот, и прошу заметить, что к снайперу, я имею в виду, который сейчас стоит на этом вот видеофрагменте, вообще там должен стоять штурмагик и убивать пыли, но поэтому вы просто напросто ему помогаете убивать ботов вот на этой вот локации. Ну или помогаете другому игроку, когда собрали ресурсы. Вот, на пятой волне вы и так же собираете ресурсы, возвращаетесь, помогаете своим, когда все собрали. А на шестой волне вы становитесь вот на этот вот козырек, и закрываете чисто центр, чтобы боты, которые появляются в портале, не шли и не гасили сериминал с центра. Просто стоите, убивайте лсушников и щитоносцев. Ну, что касается седьмой волны, то здесь аналогично вы собираете ресурсы и выполняете задание, если оно будет. Мне вот выпало, уничтожите лазерные батареи Black. Ну, здесь, думаю, даже разобирать не стоит, что вы просто подбегаете и убиваете ее, просто постреляв по ней их, если что, две штуки на карте. Что касается восьмой волны, то здесь у нас будет задание сбить ПВО противника, чтобы к нам прилетел вертолет и доставил нам груз. Вот, задание необязательное, но чисто ради косария ресов, и плюс прилетят еще два гранатомета и 500 ресурсов, то, в принципе, можно сделать. Итак, как же его быстро сделать? Все очень просто. Мы подходим вот сюда, вот, где контейнер с джиггерна, вот там, где подсад у нас в начале, и ждем вот эту вот хрень, которая к нам прилетит. Прилетают гранатометы, мы берем и сразу же запоминаем. Берем первый гранатомет и идем направо, там убиваем первую ПВО противника, потом возвращаемся, берем опять гранатомет, идем налево, сносим левую наверху, вот, и сносим дальнюю, и все, и идем дальше стрелять ботов. Вот, и у них как бы текстура большая, и не обязательно прям в них точку, там они квадратом, вот. Ну, я думаю, на фрагменте вы это все увидели, и после того, как вы это все сбили, вы ждете прилететь в вертолет, забираете ресурсы, ну, и проходите дальше. Ну, что касается девятой волны, то здесь вы спрыгиваете вниз на терминал, и вместе с медиком закрываете ботов, которые выходят вот из этих вот порталов. Ничего сложного, просто туда-сюда катаетесь и убиваете ботов. Ну, и что касается десятой волны, то это больше фишка для марафона, так как, если вам нужны ресы, то вы можете их спокойненько забрать, если вы не забирали их на девятой волне. Итак, для этого мы идем вот сюда, вот как показано на видео, просто-напросто садитесь как можно ближе вот к этому вот треугольничку, и на этот треугольничек вы на самый край наводите прицел, и просто сидите. Потом, когда вас засыпет снегом, вы немножечко леви даете, чтобы видеть, как падает снег, вот, и чтобы вас не убило, очень будьте аккуратны. И когда вы это сделали, и как только вы увидели, что все, снег закончился, вы можете спокойненько через этот снег пройти и пойти собирать ресурсы. То есть все ящики открываются, все ресурсы есть, вы пробегаете их, собираете, ну, а потом уже возвращаетесь к своей команде и помогаете ей уничтожать вертолеты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok